Строительство знаменитого долгостроя Алтайского противотуберкулезного диспансера продолжается, несмотря на реальности сегодняшнего дня и пандемии. Объект на стадии завершения. Часть зданий комплекса готовы на 90%. Работы идут по графику. Подробнее Илья Кочетков. Противотуберкулезный диспансер по-настоящему социально значимый объект. Появление этого современного лечебного комплекса ждут и пациенты со всего края и местные жители. Для последних это еще и новые рабочие места. Напомним, объект заморозили в 2015 году. Его взялась завершить строительная компания «Селф». На сегодняшний момент работы ведутся в малых зданиях. Это пищеблок. Работы здесь закончены на 95%. Осталось монтаж оборудования. Работы по прачке и морфологическому корпусу также выполнены на 90%. Более того, на сегодняшний момент завершены все работы по тепловым сетям, по их реконструкции. Производилось обследование, выполнялись работы для того, чтобы они функционировали надежно. В основном лечебном корпусе уже прокладывают сети и параллельно ведут отделочные работы. Подрядчик признается, объект им достался сложный, ведь когда-то он был просто заброшен, а не законсервирован. Многое пришлось перестраивать, даже заново проектировать. Плюс за годы изменились пожарные и другие нормы, и это тоже необходимо учесть. К тому же в пандемию застопорились поставки некоторых материалов и оборудования, но проблему удалось решить. В целом, уберяет генподрядчик, работы идут по графику. На объекте трудятся около 160 человек. Завершить строительство планируют к концу 2021 года. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком.